55-летнего предпринимателя Армавира похитили во второй половине дня 7 декабря. В его мастерскую, где он занимался ремонтом запчастей и сельскохозяйственной техники, вошли трое мужчин. Представились они сотрудниками полиции и попросили показать документы. Когда предприниматель на минуту отвлекся, для того, чтобы достать документы, напали на него, применив физическую силу, связали, используя скотч, который принесли с собой заранее. После чего на его же автомобиле «Фольксваген» сложили его и отвезли в садовое товарищество «Монолит» города Армавира, где у одного из предполагаемых преступников находилась дача. Там закинули его в подвальное помещение. Это фотографии дачи, где держали похищенного. Предпринимателя били и требовали за освобождение 1 миллион рублей. Чудом мужчине удалось освободить связанные руки, под силу оказалось поднятие крышку подвала, которую злоумышленники утяжелили ящиком с металлическими деталями. Похитители не остались сторожить свою жертву, и потерпевший, расшатав металлическую оконную решетку, выбрался из оточения. На все манипуляции по освобождению у него ушло около двух часов. Первым делом о ЧП мужчина сообщил в полицию. В ходе оперативных мероприятий 8 числа примерно в час ночи был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, который при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. В результате чего один из сотрудников полиции в настоящее время находится на лечении в УМБУС города Армавира. Злоумышленником оказался 45-летний житель Армавира. Кстати, в прошлом предприниматель. На городском рынке он когда-то продавал джинсы. Ранее судим не был, сейчас в разводе есть несовершеннолетний ребенок. Сотрудничать со следствием подозреваемый отказывается и никаких пояснений о причине содеянного не дает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 пунктами АЗ ст. 126. Похищение человека, совершенная группа лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, грозит до 12 лет лишения свободы. Кстати, к похищению добавится еще и статья за ограбление. Злоумышленники из мастерской предпринимателя вынесли и запчасти для сельхозтехники, предположительно на сумму около 100 тысяч рублей. Также забрали сумку с деньгами. Правда, воспользоваться награбленным они не успели. В федеральный розыск объявлено и двое подельников армавирца, предположительно граждане Украины. Похищение человека – преступление особо тяжкое. С начала года на Кубани, по словам следователей, подобных ЧП было не больше трех.